Дежурная служба МЧС. Чем вам помочь? Принята. Бригада пожарных уже выдвигается к вам. Наташа, что за детский сад? Наташа! Ну я пробую себя спасателем. Нам все равно же не стать такими же мужественными и отважными, как герои спасательной службы. Ну я хотя бы хочу попробовать. Ну я понимаю, что я уже слишком взрослая. Но может быть хотя бы нашим зрителям, подросткам это удастся чуть позже. Возможно в этом и будем сегодня разбираться. Действительно. А еще напомним те самые правила, которые помогут вам спасти жизнь. И об этом вам расскажем сегодня мы, Наташа Повшок, Маша Михалевич. Привет-привет, друзья! Ну что, посмотрим спойлер нашего сегодняшнего эфира. Сегодня в программе. Руки по швам и идеальная осанка. Заглянем на конкурс строя юных спасателей пожарных. Разберемся, как использовать деньги с умом. Узнаем все о правилах безопасности. И копнем в историю пожарной службы. Это Пин-код. Смотри, не пропусти. Тема сегодняшнего эфира важна для каждого. Поэтому и вы подключайтесь к нашему обсуждению. Обязательно заходите в наш телеграм-канал, в который я тоже пытаюсь прямо сейчас зайти. Но вам это сделать проще. У вас есть весь эфир. Там в нижнем углу экрана телевизора QR-код. Наведите на него камеру своего смартфона. И вы окажетесь в нашем телеграм-канале. Сегодня весь эфир мы посвятили теме пожарной безопасности. Рассказывайте и вы, какие, на ваш взгляд, вот эти самые современные, самые классные герои нашего времени, а то и спасатели. Рассказывайте об этом в комментариях. И самый хороший, креативный, интересный, правдивый, а может быть просто честный комментарий, автор его получит сегодня приз, за который мы благодарим компанию Офистон. Именно вот этот школьный набор, классный набор школьника получишь. Именно ты пиши и комментируй в нашем чате в телеграм-канале. А чтобы Наташа сегодня смогла зачитывать ваши комментарии, я-то ей подскажу. Вот там вот в левом нижнем углу есть маленький квадратик, чтобы вы подключались к нашему обсуждению, где мы вас, еще раз напомню, сегодня спросили, а какие же правила безопасности вы знаете, и как вы их использовали, может быть, а может быть и не использовали в своей жизни, и что вам может вообще пригодиться. Настенка у нас сегодня открыла комментарий. Один раз я гуляла с другом, и мы увидели маленького котенка на дереве. Он не мог слезть, вдруг залез на дерево, спас котенка. Потом мы его покормили, и так он у нас остался. Очень милая, замечательная история героев нашего времени, мне кажется. Мне кажется, ее друг даже уже может гордо носить звание спасателя. И, в принципе, почему бы и нет, может быть, с этим связать свою будущую жизнь. Возможно, юным спасателем он точно себя может назвать. Ну а как юные зрители видят юных спасателей нашего времени, давайте узнаем вместе с нашим корреспондентом. Что такое МЧС? МЧС – это полиция. Это какой-нибудь суп вкусный. Это мороженое с мавильным вкусом. Спасательная служба. Чем занимаются МЧСники? Во-первых, в МЧС должно быть очень много людей, потому что там некоторые должны уже где-то ехать за каким-то трамваем, где-то уже звонят. Сломались, например, часы чинят, лампа сломалась, чинят. Подарки там раскрывают, запаковывают. Они спасают людей, их вызывают, они приезжают, они спасают, им не платят. Почему не платят? Человек, допустим, застрял в стиральной машине, как младший брат. Приезжают они, вытаскивают его из машины, и они уезжают. А почему им не платят? Им же должны протить, почему им не платят? Им надо платить, они же вам спасают, они помогают. Это работа. Как расшифровывается ЮСП? ЮГОВСПА Пингвинец. Я думаю, что ИСПА это такая ЮЛА. ЮСПА это такие лампочки, и они делают цвет. ЮЛА, СНЕГ, ПАПА. Мне кажется, что это черный кот. Как ты думаешь, для чего нужны спасатели, и кого они обычно спасают? Они спасают разных людей. Снимают кошек с деревьев, камеры, которые горели, людей. Они спасают человека, и им говорят спасибо, до свидания и пока. Если бы ты была спасателем, кого бы ты спасала? Родителей, всю свою родню, друзей, кроме некоторых учителей и некоторых одноклассников. Я бы спасла маму в озере. Маму, папу, сестру и всех близких. Дедушку и бабушку. Я бы спасла какого-то котенка или собачку. Считается, что первые бригады пожарных были сформированы в Англии. И придумали это сделать страховые компании, чтобы обезопасить производство от каких-либо чрезвычайных ситуаций. Точно неизвестно, но, скорее всего, эти бригады были сформированы в 1772 году. Ничего себе, вот такой интересный факт у тебя. Но у меня тоже есть интересный факт. Вы знаете, есть такой стереотип, что самыми сложными профессиями, тяжелыми обычно занимаются мужчины. А вот нет. К счастью, у нас в современном мире женщины тоже прекрасно справляются с такими обязанностями. И сейчас уже даже есть бригады спасательниц, я бы сказала. Но первой спасательницей была Молли Уильямс, которая начала свою карьеру в начале 19 века. Ну, получается, и женщины есть, и мужчины есть. И чем еще удивишь? Ну, и, возможно, есть и дети. Ну, я об этом не знаю. Невозможно, а точно. Точно есть дети. Об этом подробнее расскажет нам наш коллега в своем сюжете. Гофер! Я! Вы тестры на 3-6! Есть! Направь! Восемь! Налево! Восемь! 192 школьника из всей Беларуси собрались в национальном детском центре «Зубрёнок». Все для того, чтобы принять участие в 25-м республиканском слете юных спасателей пожарных. Следующие две недели они проведут в боевой готовности. Юных спасателей нашей страны проверят на ловкость и терпение. Первое испытание на слете – конкурс встроя. Так-так-так-так-так! Подождите! В чем секрет вашего хорошего выступления? Какую песню нужно спеть, чтобы выступить просто феноменально? Нас заряжает песня из хита. Это просто великолепное, потрясающее исполнение. И мы вообще, в принципе, все вместе заряжаемся, когда поем ее. Девчонки, рассказывайте, что у вас в руках? Это наши талисманчики! А почему именно эта овечка? Потому что ни у кого нет розовой овечки. Почему бы в Витебской области не начать эту традицию? Она нам помогает и приведет нас к победе. А почему осьминожка грустная? Ну, это пока что. Мы сейчас пройдемся, мы будем радостны и счастливы. Мы настроены на победу. Хорошего настроя и талисмана для идеального выступления порой недостаточно. Строевая подготовка не такая уж сложная. Самое главное – поднимать высоко ножку и тянуть носочек. Насколько высоко? Давай. Очень высоко. Максимально. Оп, поднимаем и делаем громкий шаг. Оп, и так же делаем с другой ногой. Юных спасателей пожарных на слете ждали конкурсы на знания ОБЖ и пожарная эстафета. Проверили подростков и на полевых учениях в кроссфите. Такого рода мероприятия дают возможность подросткам более детально узнать о профессии спасателя. А самое главное – получить необходимое знание, которое в дальнейшем пригодится в повседневной жизни. За годы существования слета на него приехали более 30 тысяч участников. 500 из них выбрали профессию спасателя. Мерам безопасности уделяется большое внимание в Республике Беларусь. И даже если кто-то не поступит, то в любом случае все эти навыки, умения по безопасности, по умению обладать различными силами и средствами при критических ситуациях – это все поможет в дальнейшей жизни. В этот раз на слет приехали 8 команд. В каждой из них 24 человека. Ребята все должны быть кто-то творческие, кто-то спортивные, знать медицину, уметь сплавать, хорошо бегать. И таким образом создается команда, коллектив в течение месяца для подготовки именно уже здесь, на Республиканском слете. Стать юным спасателем пожарным могут юноши и девушки до 16 лет. Достаточно обратиться в школу к вашему руководству и спросить, существуют ли такие кружки на базе вашей школы. Вступление в эту организацию даст вам возможность участвовать в различных слетах, акциях, выступать. Лучшими юными спасателями Республики Беларусь стали ребята из Минской области. Второе место заняли минчане, а третье – юные спасатели Витебской области. МЧС сплотила нас, сплотила всех ребят из областей, которые тут присутствуют. И очень повлияло на мою жизнь. Команда – это круто. Мы любим то, чем мы занимаемся. Я сам хочу поступать в Университет гражданской защиты МЧС. Именно для этого я и участвую в слете МЧС, потому что хочу познакомиться с спецификой своей будущей профессии. Сначала команда «Пин-код» в гости к участникам слета, а вот теперь участники слета юных спасателей пожарных у нас в гостях. И это Маргарита Акуневич и Александр Дмитриев, а также заместитель начальника Республиканского центра пропаганды МЧС Беларуси Максим Клочко и начальник центра пропаганды Минского областного ОМЧС Беларуси Сергей Ященко. Здравствуйте! Добрый день! Ребята, первый вопрос вам. Чем же вообще занимаются юные спасатели? Правда ли, что вы тоже тушите пожары? Ну, не совсем, конечно. Настоящий пожар им не тушим. Основное направление, зачем вообще создавались первые, так скажем, дружины юных спасателей, это для того, чтобы делиться, так скажем, безопасным образом жизни со своими сверстниками. Ведь информация от человека одного возраста к своему ровеснику доносится проще. Поэтому именно мы такие своеобразные проводники основ безопасности жизнедеятельности в этой подростковой среде. Ну, это уж мы точно знаем от молодежи к молодежи, явно точнее информация доходит. Хорошо, но мы знаем, что в нашей стране есть еще и молодежная общественная организация спасателей пожарных. Вот расскажите об этом. Или нам, может быть, Максим расскажет. Давайте, наверное, я расскажу. Это вот цель, основная цель данной организации, это все-таки объединить вот таких ребят, интересных, активных ребят, спортивных, творческих, в одну структуру, да, сделать для них ту среду, в которой им будет комфортно, в которой они будут, скажем так, познавать основы безопасности жизнедеятельности в интересной, в игровой форме. Делиться со своими сверстниками, со своими родителями, со своими, там, может быть, старшими братьями. Вот. И тем самым они будут становиться ответственными гражданами своей страны. А как вы считаете, чем вот привлекает ребят именно участие в этой организации? Вообще, в принципе, это сфера деятельности? Вы знаете, наверное, многообразие, многообразие информации, многообразие действий, потому что наши ребята, они не только спортивные, они не только умеют, скажем так, тушить пожар и оказывать первую помощь. В первую очередь, конечно же, это творческие ребята, они умеют шутить, потому что у нас есть тематические конкурсы КВН, они умеют петь, они умеют танцевать, и всему этому мы учим в нашей организации. Ну, наверное, уже потом, вот, как я сказал уже, это вот та среда, в которой им интересно, потому что там есть их сверстники, их единомышленники. Часто в нашей деятельности мы посещаем пожарные части, мы изучаем новую технику, мы изучаем новое оборудование, а это наша и авиация, МЧС, и наша специализированная техника, там, автоцистерные и многие-многие другие. Им там просто комфортно и интересно, я считаю, вот, это так. Маргарита, ну а ты как считаешь? Из первых уст расскажи, что тебя привлекает, почему ты там? Я вообще в Белорусскую молодежную общественную организацию спасателей пожарных я вступила еще 7 лет назад, когда была совсем малышкой. Ух ты! Меня привлекло, наверное, то, что очень много есть знакомых по всей республике разбросано, мы все очень хорошо общаемся, несмотря на то, что мы из разных городов. Конечно же, очень интересно было погружаться в изучение основ безопасности жизнедеятельности, медицинской подготовки и так далее, и вот по накатанной, с каждым годом все больше и больше знаний, больше умений, очень интересно. Ну, новые знакомства, новые друзья, это все прекрасно. Саш, может быть, есть какие-то мероприятия, которые больше всего от тебя цепляют, вот в ваших тусовках, в ваших кругах? Ну, конечно, в принципе, любое мероприятие, которое бы не проходило в рамках нашей организации, заставляет нас именно действительно прочувствовать специфику работы спасателей. Это всегда очень интересно поработать со спасательным оборудованием. Для кого-то впервой, для нас уже не впервой примерить боевую одежду пожарного. Это все действительно очень интересно, и именно, наверное, этим лично меня манит наша деятельность. Ну вот, как мы знаем, совсем недавно закончился слет в лагере Зубренок. Кто принял участие, в каких соревнованиях пришлось ребятам принимать участие? Ну, вы знаете, у нас очень много, скажем так, мероприятий, которые мы проводим с нашими ребятами. Одно из них – это вот слет юных спасателей в национальном центре Зубренок. От каждой области лучшие ребята в своей области, они представляют свою команду. Также там была еще команда лицея МЧС, это наш специализированный вуз МЧС. Вот, и на протяжении целой смены ребята соревновались в творческих, спортивных мероприятиях, в конкурсах по оказанию первой помощи, в старовой подготовке. Ну, вот именно в такой форме мы проводим обучение наших ребят основной безопасности жизнедеятельности. Ребят, а что было самым сложным для вас на слете? Или вот, например, чем было сложно пожертвовать, возможно, чтобы приехать на этот слет? Может быть, вы оставили здесь какие-то свои хобби, увлечения? Ну, конечно, есть конкурсы, которые требуют от нас больше какой-то отдачи. Но если говорить прям самым сложным конкурсом, конечно, были для нас водно-полевые учения, которые, в принципе, считаются самым тяжелым физическим конкурсом на слете, где мы много бегаем, много трудимся, вот прям физическая сила уходит очень много. Также один из самых ответственных конкурсов — это «Смотр строя и песни», где участвует вся команда. К нему, наверное, ведется самая длительная подготовка. Вот прям каждый день, много часов мы ходим в строевую, отрабатываем строевые элементы, чтобы показать достойный результат. Ответственный конкурс тем, что участвует вся команда, и, опять же, успех зависит от каждого участника. А кто же придумывает все эти задания, все конкурсы? Вопрос организаторам, так скажем. Вы знаете, да, мы в своей программе конкурсной решили сделать вот те конкурсы, чтобы они были наиболее приближены к условиям, в которых работают спасатели. Это если мы говорим про какие-то специализированные конкурсы. Но самое главное — это оказание первой помощи, это ликвидация чрезвычайных ситуаций, где ребята как в процессе подготовки, так и в процессе проведения данных конкурсов, они, самое главное, они узнают, вот все-таки как работает спасатель, как он именно берет это оборудование, как он его использует. Вот как бы все вот эти нюансы. Сергей, а вы бы смогли такие конкурсы пройти или нет? Конечно, смог бы. Я и проходил эти конкурсы, но и реальную работу. То есть участие в специализированном... То есть они очень приближены к действительно правдимым действиям? Да, конечно. С поднеполевые учения. Четыре группы по четыре человека. Каждый выполняет по два элемента довольно серьезных, плюс еще беговая нагрузка. Все это выполняется в боевой одежде. Там нужно и ликвидировать утечку ядовитого вещества из цистерны, то есть наложить бандаж, ликвидировать химическую аварию, спасение груза на воде, спасение утопающего на водах, ликвидация завалов, спасение пострадавших, оказание помощи. То есть весь этот спектр, плюс альпинистская подготовка и выполнение элементов альпинизма. Это все вот как раз и нужно, во-первых, сначала изучить, обучить детей, сделать так, чтобы они это поняли и не просто там повторяли механические движения, а осмыслили, потому что много всяких непредвиденных ситуаций может быть. Там надо поменять человека, который там может травмировался, может еще что-то, меняется на ходу. Они должны понимать и осмысленно выполнять эти действия. И они заучены. А какое вот соревнование самое впечатляющее для вас? Что вы, может быть, не ожидали от ребят, что они там проявят какую-то свою выносливость? Что больше всего впечатляет? Наверное, все-таки это своднополевые учения, где накопленный, скажем так, накопленный вот этот опыт по различным элементам нужно было ребятам дать, чтобы они продемонстрировали все эти, скажем так, навыки и умения. При этом все это на стрессе, на эмоциях и под физической нагрузкой, опять же, погодные условия. В этом году нам относительно повезло. Как правило, своднополевые учения проходят в дождь, поэтому тут много нюансов. Естественно, мы настраиваем ребят, что прежде всего это избежать травм. Но когда они в запале, в пылу, они летят по маршруту, естественно, они торопятся, не видят преград, у них есть цель, которую они должны выполнить. Но это, опять же, скажу, осмысленно. Они понимают, что они делают. Они отточили это уже в рамках подготовки. И здесь их задача продемонстрировать все эти навыки и умения. То есть, получается, это даже не конкурсы, а настоящие соревнования среди тех, кто уже натренировался в этом виде спорта, так скажем. Получается, что так... С учетом того, что это не вид спорта, а отдельные элементы, которые выполняют спасатели в повседневной деятельности, ребята их изучили, да, и должны продемонстрировать... Пожарно-спасательный спорт, это ведь спорт? Нет, я имею в виду своднополевое учение. Пожарно-спасательный спорт, да, есть своя специфика, отдельные виды. А своднополевое учение, в нем, как бы, заложена вот эта специфика всей деятельности спасательного ведомства, то есть, те элементы, ну, в упрощенной форме. И ребята выполняют эти действия наряду со спасателями, с теми же нормативами, с той же скоростью. И правильность тоже очень важна в этом вопросе. Мы еще заметили, что на каждом этапе у вас была разная форма. Кто ее вообще выбирает? Вообще, наша парадная форма уже несколько лет такого дизайна, какого она сейчас на нас надета. Конечно, выбиралась она руководителями, но нас все устраивает. Единственное, что меняется, это, возможно, ее практичность усовершенствуется. То есть, возможно, несколько лет назад форма была не такая удобная, возможно, где-то прохладная, с учетом того, что соревнования проходят в сентябре. Это холод, непредвиденные погодные условия, где-то утеплялось. Вот. На спортивных конкурсах у нас беговые костюмы, на творческих какой-то, можно сказать, единый стиль есть, который выбирается уже, собственно, с всей командой, вместе с руководителями. И, помимо этого, у нас есть единая повседневная одежда. У нас традиционно это кепки, майки и байки с логотипом нашей команды, которые обозначают, что вот ты принадлежишь команде Минской области. Ну, сейчас так модно выделяться из толпы. Вам вот не хочется как-то выделиться? Я сегодня приду не в своей форме, а в шортах и в топе, потому что я пресс подкачала. Нет такого? Или наоборот, вас форма единит между собой. Вы чувствуете командную работу, командный дух? Скорее, да. Форма, она объединяет. И когда ты смотришь на свою команду, которую ты так уже очень любишь, очень гордишься ими, и если мы все одеты еще все одинаково, это еще больше заряжает конкурсом и объединяет. И такой вопрос к старшему поколению, так сказать. А можно ли сделать форму какую-нибудь яркой, например, в следующем году? Или есть определенный регламент, от которого вообще ходить нельзя? Лиловую, например. Мы структура, которая носит форму, носит погоны. Юные спасатели – это организация, которая, ну, опять же, своего рода стремится добиться того же. И делая эту форму, то есть основной элемент парадной формы, где она используется, это конкурс «Строя и песнь». А строй, естественно, как для человека в форме, должен обязывать. Поэтому, как правило, это форма, которая в чем-то напоминает парадную форму. Парадную форму либо военную, либо форму МЧС. А уже, скажем так, есть возможность выделиться какими-то элементами украшения, но при этом стиль остается, во-первых, строгий. Элементы, которые размещены на форме, они показывают принадлежности каждой команды. Ну, естественно, парадный стиль добавляет аксельбанты и отдельные еще элементы. Здорово. Ребята, признайтесь честно, кто все-таки ухаживает за вашей формой? Ну, форма, в частности, парадная, это собственность отдельных областных управлений МЧС, поэтому все время, когда мы ее не используем, она хранится именно там. Перед каждым конкурсом-слетом она проходит химчистку, поэтому за ней основной уход — это обязанности министерства и отдельных управлений. Наша же задача — ее сохранить в том же виде, в котором мы ее получили, сделать все с ней аккуратно, красиво, чтобы ничего с ней не произошло. Ну, это очень профессиональный подход. А можно ли в конкурсах участвовать любителю? Или только в команде ты можешь прийти? До определенного года у нас в наслете была такая возможность от каждой команды привозить кроме 24-х человек участников еще и три болельщика. Но, опять же, это были не совсем любители, это были, так сказать, дети на перспективу, то есть которые отбирались руководителями во время сборов, и три человека ехали в Зубренок для того, чтобы посмотреть. В конкурсах они участия не принимали, но постоянно жили с нами. Сейчас уже такой возможности нету, да и, в принципе, сказать, что поехать на слет МЧС любителю, ну, это скорее нереально. То есть надо подготовиться, получается? Конечно, конечно. Надо походить на занятия до турслета, надо почитать лекции, послушать теорию, и потом только каким-то образом через школьные кружки какие-то, да, через занятия приходить к вам? Ну, да, вариантов попасть на самом деле довольно много. Конечно, основная задача это, чтобы тебя заметили. А где? Куда идти? Куда вращаться? Ну, все начинается действительно со школьных этапов. Как я попал вообще в организацию с школьного конкурса школы безопасности, потом уже были городские, районные, республиканские, так меня заметили, я попал в команду. Поэтому принимать участие в различных мероприятиях МЧС, кроме слета, там, допустим, городской слет, полевые лагеря, участвовать в конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности, показать свой профессионализм, свою начитанность, свои знания, свои умения, и тогда тебе прямая дорога в команду твоей области. Ну, получается, ты уже очень многого достиг. Я предлагаю прямо сейчас вспомнить, какой был вот этот турслет 2022. Давайте посмотрим за живыми эмоциями участников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы видим, что это был не турслет в Зубрёнке, а просто слет МЧС. Спасателей, да, получается, что так, взрослых людей. Очень здорово, очень сложная работа у вас, спасателей. А как же всё-таки готовят команду? Сколько мне нужно заниматься лет, не знаю, месяцев? Может, у кого-то быстро получается, чтобы в таком поучаствовать? Подготовка команды – это для нас, как для руководителей, это, ну, целая система, потому что она включает в себя несколько этапов, несколько блоков. Один из них – это подбор, во-первых, руководителей. Руководителей – это не один человек, это несколько, целая группа. Это и тренеры, которые занимаются спортивной частью. Это творческие люди среди работников МЧС, либо в образовании, опять же, те, кто помогает работать с КВНом или с творческими конкурсами. Опять же, привитие основов и знаний безопасности жизнедеятельности без представителей образования тоже никуда. Получается, большая делегация работает над подготовкой участников? Да, да, действительно, большая делегация, и это, можно сказать, не три и даже не пять человек. Кроме этого, ещё одно из направлений – это, естественно, отбор ребят, то, о чём говорили, начинается принимать участие на районном уровне в различных конкурсах, мероприятиях, которые проводятся в течение всего года. Это и творческие конкурсы, конкурсы на знания, конкурсы умения, спортивные соревнования, спасение на водах, пожарный спорт. Много различных конкурсов, потом идёт полевой лагерь, который уже, скажем так, район отбирает свои команды. А областное управление, работники областного управления на областных этапах этих мероприятий замечают ребят, которые яркие, которые выделяются своими знаниями, умениями. Следующий этап – это уже собрать этих лучших ребят, там, 50-70 человек, как получится летом, когда большая часть детей отдыхает, загорает и купается. У нас проходит оздоровительный лагерь или тренировочный сбор, когда уже из этой группы 50-70 человек нужно отобрать 24, уже из лучших отобрать самых лучших. Нельзя взять просто человека-спортсмена, потому что, да, он свой вид может сделать, но с учётом того, что 10 видов – творчество, строевая подготовка, ребята должны быть разносторонне развиты. И, как правило, взять любого из спортсменов, поставить на сцену, он больше будет потеть волноваться и растеряется. Да, не сможет сделать. Поэтому вот в этом режиме идёт подготовка и отбор. И уже отобрав этих ребят, команда руководителей, естественно, вопрос и материальной базы, снабжение, оснащение, необходимым оборудованием, которое подгоняется под каждого участника. Если ребятам необходимо преодолеть боевую одежду, с необходимым снаряжением, там, длительное расстояние, километр пробежать и выполнить какие-то действия, у них и форма должна быть подогнана, и каска должна не спадать. То есть на это тоже необходимо обращать внимание, и всё это делается. Только когда в комплексе все эти усилия, вот тогда и можно добиваться результата. Получается, мы не сможем определить какое-то время, за которое ребята могут тьму обучиться, потому что там огромный список, так скажем, заданий. Чеклик, где надо поставить галочки. Чтобы уметь делать всё, а потом ещё и выбиться в ряды лучших. Скажем так, работа по подготовке к следующему слёту уже начата. Несмотря на то, что слёз закончился месяц назад, уже идёт работа по подготовке. Это и творческая, сценарий, уже готовится положение о следующих конкурсах, которые дадут возможность отобрать этих лучших и сформировать команды. На этом моменте хочется сказать, что не просто так наших спасателей называют героями нашего времени. Они должны полностью разносторонне быть развиты, как творчески, так и физически, так и интеллектуально. Это огромный пласт работы. И вот, насколько я знаю, буквально на днях наша сборная мужская пожарно-спасательного вида спорта стали чемпионами. Мы наблюдали, как они красиво лазали по лестнице. Вообще такой спорт кажется травмоопасным. Ты лезешь по этой лестнице на какие-то этажи для спасения чужих жизней, и у тебя нет никакой не спасательной вот этой, как это называется... Страховки. Нет, это очень страшно, это травмоопасно наверняка. Расскажите, насколько это травмоопасно. Какие самые частые травмы? Вот если наши зрители мечтают стать спасателями, к чему надо быть готовым? Вы знаете, наверное, большинство видов спорта, они травмоопасны в той или иной мере, правильно? И волейбол, и футбол, и баскетбол. Там, скажем так, могут быть и падения, и травмы, и ссадины. Наш спорт, конечно же, не исключение. Но под присмотром наших опытных тренеров, а это мастера спорта, это чемпионы мира, которые в свое время занимали определенные места на чемпионатах мира. Мы, конечно же, следим за тем, чтобы данные риски были сведены к минимуму. Спасибо вам большое. Нам было очень интересно с вами пообщаться. Ребята, желаю вам успехов в вашей будущей карьере, скорее всего, если вы планируете связать все-таки жизнь. Ну, а мы прервемся на небольшую рекламу, и сразу же после продолжим. Молодежный интерактивный проект «Пин-код» снова на ваших экранах. Маша Михайлович, Наташа Павшок сегодня работают для вас. И сегодня мы вам напоминаем о том, о тех, кто спасает наши жизни. Ну, и, конечно же, знакомим вас с информацией, которая, надеюсь, что никогда не поможет вам, а точнее, не так. Надеюсь, что никогда не пригодится. Но если пригодится, то очень поможет вам в спасении своей жизни. И для этого мы пригласили в нашу студию гостя, который нам поможет. Главный специалист Республиканского центра пропаганда МЧС Беларуси Мария Гомон. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы очень хотелось сделать этот эфир каким-то веселым, но, увы и ах, случаются какие-то ситуации постоянно, и хочется знать, к чему нужно быть готовым, и чего опасаться, наверное. И в связи с этим вопрос. Какие вообще чрезвычайные ситуации чаще всего случаются в Беларуси? По статистике, среди чрезвычайных ситуаций лидирующее место занимают пожары. Только в этом году, вот на текущий день, свыше 4600 пожаров произошло в нашей стране, и успешно ликвидировано спасателями, на которых спасено и эвакуировано около 4,5 тысяч людей. А почему? Почему происходят пожары? По каким причинам чаще всего воспламенение происходит? Как бы это банально ни звучало, 99,9% случаев это человеческий фактор, человеческая беспечность. Есть несколько мифов о том, что пожары случаются где-то у людей в социально опасном положении, не находящихся, или вот такой фактор восприятия, что со всеми, но только не у меня. Это во многом расслабляет людей, и используя такой постулат «мой дом, моя крепость», люди позволяют себе нарушать культуру безопасности. Если же мы говорим про то, кто чаще всего становится жертвой пожаров, то вот провели исследование спасателей, выяснилось, что это мужчина, которому от 45 до 70 лет, проживающий в сельской местности, он либо проживает, либо он пенсионер, либо он не трудоспособного возраста, однако не трудоустроен. И вот такими факторами, оказывающими явление на то, что человек погибает, это либо сон, либо состояние алкогольного опьянения. Такой настоящий фудоробот, получается, заставлен. Если мы говорим про тот сценарий, по какому происходят такие трагедии, то он в основном у всех одинаковый. Это человек выпил, прилег, закурил и, к сожалению, не проснулся, потому что сигарета, падая на постельные принадлежности, моментально их воспламеняет. Все мы знаем, что температура тления сигареты порядка 400 градусов, и те материалы, которые нас окружают, они очень токсичные. Несколько вдохов, таких паров достаточно, чтобы человек просто потерял сознание. В этом плане, конечно, многих спасает автономный пожарный извещатель. Он, в принципе, и сообщает о том, что в доме что-то произошло. Либо сообщает и будит тех людей, которые находятся, ну, уже спят, либо оповещают соседей. И таким образом это такой шанс спастись. Он реагирует, автономный пожарный извещатель, на малейшую концентрацию дыма, и при помощи мощного звукового сигнала способен разбудить спящего человека. Вот мы говорим о таком портрете человека, да, а что касается подростков, как часто они становятся пострадавшими от возгораний? К сожалению, в этом году мы отмечаем увеличение количества пожаров по причине детской шалости с огнем. Как ни странно, взрослый человек, родитель, может обучить своего ребенка с самого маленького младшего возраста вот этим важным правилам пожарной безопасности. Но, понимаете, здесь, я думаю, еще и личным примером нужно не только объяснять, но и показывать. В принципе, в нашей стране, в каждой области созданы такие так называемые общеобразовательные центры безопасности, где на интерактивных площадках собран лучший опыт. Люди могут пройти те или иные площадки и вот безопасно, но, значит, посмотреть, как же их ребенок действует в случае той или иной ситуации. Это не только пожары. Там на интерактивных площадках представлены и ситуации на дороге, и криминальная безопасность, и на воде. И таким образом обучиться, как правильно себя вести в случае той или иной чрезвычайной ситуации. Я вас уверяю, просто гарантирую, если ребенок один раз побывает в таком центре, то он сделает все, чтобы в такую ситуацию не попасть. И будет четко знать, что делать, если она произошла. Это очень интересно. Пока я попробую найти такие интерактивные площадки в нашей стране, в Беларуси, через интернет-поисковик, вы мне расскажите. Хорошо, я понимаю, взрослый человек, скорее всего, сигаретой балуется, и каким-то таким образом возникают пожары. А молодые подростки как? Что они играют в компьютер, и, возможно, как-то перегорает устройство? Как это происходит обычно? Смотрите, все будет зависеть от того, в каком возрасте ребенок для маленьких детей. Понятно, что тут самое... Маленькие дети, они, в принципе, просто копируют поведение взрослых и стремятся повторить все то, что видят перед собой. Если мы говорим про подростков, то, конечно же, здесь уже идет такой момент, что я хочу все попробовать, хочу все изучить, везде побыть. И не всегда все-таки оценивают ту опасность тех ситуаций, в которые они попадают. Если мы говорим про популярные тиктоки, то... Либо другие социальные сети, где много различных роликов о том, как бравые такие же молодые люди пытаются что-то поджечь. И вот таким образом подростки, пытаясь повторить тот или иной эксперимент, очень часто недооценивают всю опасность таких экспериментов. И попадая в ситуации, когда происходит загорание, и потом дети просто не понимают свои действия, либо паникуют, знают, но паникуют, и не всегда могут сориентироваться, как же правильно себя вести. Что касается совсем маленьких, кстати, детей, хочу добавить, очень частая проблема в том, что они просто прячутся. И вот у наших спасателей есть такая фишка, скажем так, когда они попадают, выезжают по вызову о пожаре, и им сообщают о том, что в квартире может находиться малолетний ребенок. Первое, куда они смотрят, и при поднятии в эту горящую квартиру, это они, конечно, обследуют все шкафы под столами, под кроватями, то есть ищут. Это как раз те места, в которых очень часто прячутся дети. Самое важное родителям и подросткам знать, что в случае любой ситуации нужно покинуть опасное место. Ну, конечно, мы можем об этом говорить и 52 минуты, и еще целый месяц, но, как вы правильно сказали, молодежь сейчас больше прислушивается к социальным сетям и тиктокам. У нас тоже есть тикток подобного плана. Давайте прямо сейчас узнаем несколько полезных советов по нашей теме и тиктока. Если, когда вы плаваете в бассейне, вы почувствовали металлический привкус во рту, немедленно вылезайте из него, это значит, что где-то рядом короткое замыкание. Если в вашем доме подозрительно начало пахнуть рыбой, немедленно отключите электричество, это значит, что где-то рядом короткое замыкание. Когда вы звоните в службу спасения, первым делом назовите свой домашний адрес, а уже потом объясняйте, что случилось. Таким образом, если что-то пойдет не по плану, диспетчер уже будет знать, куда отправить машину. Ну, по-моему, очень даже интересные и действенные советы. Но стоит ли верить всему тиктоку? Или только полезные видео как-то нужно все-таки отсматривать и анализировать? Я хочу вам сказать, что самая оперативная и достоверная информация, она размещена на нашем официальном сайте МЧС, это МЧС. Также в социальных сетях МЧС. А вот к таким популярным развлекательным советам в тиктоке я бы все-таки предостерегла к тому, чтобы им следовать. Ну, такое видео у нас тоже есть. Мы тоже посмотрели на ваш сайт. Давайте прямо сейчас его и посмотрим вместе. Это официальный тикток МЧС. Поэтому, ребята, все-таки напомним о том, что информацию нужно все-таки перепроверять. И это то самое место, которому вы можете доверять на все 100%. Ну, и не только тиктоком владеет МЧС Беларусь. Насколько я знаю, есть прекрасное приложение, которое разработала ваша команда. Расскажите о нем поподробнее. Мобильное приложение МЧС с помощью рядом. Настоящий помощник любому человеку в любой нестандартной ситуации. Если вдруг какая-то нештатная ситуация, там в разделе «Что делать» собраны порядка 50 тем. И по принципу пяти шагов предложены варианты, как максимально эффективно выйти с той или иной ситуацией. Кроме того, в данном мобильном приложении есть и другие разделы. Можно и проверить себя, пройдя тесты. Очень важный раздел, я считаю, первая помощь, где человек, если столкнулся с какой-то ситуацией, связанная с тем, что кому-то нужна помощь по линии здоровья, может при помощи сначала простых ответов «Да, нет», сориентироваться, что же происходит, и далее запускается аудиоподсказчик. Человеку две свободные руки, он может оказать именно ту самую первую помощь и тем самым спасти человека, потому что в деле спасения важна каждая секунда, она просто на счету. Абсолютно точно. Я скажу честно, я уже тоже скачала себе это мобильное приложение. Это безумно полезная вещь, которая, надеюсь, нам никогда не пригодится, но если пригодится, то мы всегда знаем, что делать. Приложение супер. Я знаю, что у нас есть еще один материал, давайте его посмотрим. Ну, такая шутка-юмор, но действительно получается, что многие даже не знают, куда звонить. По какому номеру напомните, пожалуйста, звоните. На всю страну напомните, что делать, что говорить в первую очередь. Номер телефона службы спасения 112 и 101. Если вдруг вы стали очевидцем какой-то ситуации, мы призываем не быть равнодушным, не проходить мимо, а моментально позвонить по этим номерам, тем более, если вы вдруг попали в ту или иную ситуацию. Что нужно делать? Правила простые. Вы набираете номер и сообщаете диспетчеру о том, что произошло, адрес, где это находится. Если вы стали вдруг очевидцем, просто проходили мимо, значит, ориентиры. В зависимости от той ситуации, которая происходит, если это какое-то происшествие на акваториях, то диспетчеру очень поможет помощь, такие подсказки о том, с какой стороны деревни, если это где-то нужно заехать подразделением, как это будет ближе. Кроме того, очень важно сообщить, есть ли это пожар, то есть ли в доме люди, в квартире, есть ли маленькие дети. И, ну, конечно же, мы советуем доверить тушение пожаров профессионалам. Наши подразделения, наши спасатели по первому же сообщению моментально выезжают к месту вызова. Они имеют самую современную технику, самое современное оборудование. Мы призываем не рисковать своей жизнью, если вы не уверены в том, что вы можете спасти человека, а все-таки моментально, быстро позвонить спасателям, мы приедем, вам поможем. Но самое лучшее, конечно, не нарушать правила пожарной безопасности, вообще соблюдать культуру безопасности, беречь себя, своих близких. Присоединяемся к словам нашей гости Марии. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Друзья, ну а я напомню, что сегодня весь эфир мы обсуждаем пожарных спасателей, безопасность. Будьте бдительны и внимательны. Ну а прямо сейчас я предлагаю заглянуть в недры истории МЧС вместе с Машей Михалевич. Пожарную машину помещается до 12 кубометров воды. Этого запаса хватит, чтобы 100 раз полежать в ванне или же 260 раз принять душ. Такой вместительной техникой спасателей была не всегда, как пожарная машина обрела свой современный вид. Со времен Древнего Рима людям были известны ведра, губки, корзины и деревянные лестницы. Пока селения были небольшими, а возгорания локальными, этого хватало. Местные жители приходили на помощь соседям. Вначале это все-таки были самые простейшие методы залить пожар ведрами с водой. Так называемые летучие ведра тогда существовало название. Это когда все жители выстраивали цепочку и от водоема к месту пожара передавались по порядку ведра, из которых уже лилась вода на их тушение. Для борьбы с малым огнем применялись мешки с песком. Со временем они изнашивались. От этого и пошла присказка. Из него песок сыплется, как простареющего человека. Эволюция пожарной техники продвинулась с изобретением насоса в 16 веке. Принадлежит оно немецкому ученому Антону Платнеру. Все новое это хорошо забытое старое. Сравните, как выглядело изобретение к Тесибе во втором веке до нашей эры. Позже изобретение слегка деформировалось и оказалось в итоге настолько эффективным, что пожарными рукавами пользуются и до сих пор. На протяжении 19-20 века, начало 20 века, основой пожарной техники, конечно же, были конно-бочные хода, с помощью которых вода застрелялась на пожар. Но надо понимать, что весь пожарный обоз состоял не только из конно-бочных ходов, были также еще линейные, багровые хода. Помимо запаса воды, в бочке со шлангом доставляли еще несколько важных инструментов. В обязательном наборе были лестница и топор. Багры в первую очередь используются для разбора горячих зданий и близлежащих тогда еще строений, для того, чтобы огонь не перекинулся на их и не создал угрозу уничтожения всему городу. Ну, кроме того, были заливные трубы, специальные ручные пожарные насосы. Ну, и все это в комплексе называлось пожарный обоз. Лошадиную тягу с бочками использовали вплоть до конца 19 века. А с изобретением парового двигателя ученые принялись за обновление техники. В итоге в Беларуси появились и свои автомобили для борьбы с возгораниями. АС – автоцистерны, АСО – автомобили связи и освещения, АКТ – автомобили комбинированного тушения и другие. На сегодняшний момент в органах подразделения подчиняемых ситуациям существуют многие специальные службы. Помимо служб пожаротушения, это, конечно же, и кинологическая служба, и поисково-спасательная, авиационная, взрывотехническая, служба химической радиационной защиты и многие другие. Современные пожарные машины – это не просто бочки с водой. Каждый вид техники предназначен для особого случая. В нем все продумано до мелочей. Теперь спасатели могут отреагировать на любой вид бедствия. Да, в мире МЧС, конечно, все очень строго. Я вот, например, только недавно узнала о том, что спасателям даже нельзя носить сережки или пирсинг. Это ведь очень красиво, но и, как оказалось, очень опасно. Во время пожаров это может все нагреться и привести к сильнейшим ожогам. Вот такой интересный факт. Ну а больше мы узнаем сразу после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Не переключайтесь. На самом деле безопасность хочется чувствовать всегда и везде. А особенно, если речь идет о деньгах. Ну и как же приумножить и сохранить свои финансы, расскажет прямо сейчас Юлия Миллионерова. Приветствуем вас в школе финансовой грамотности Юлии Миллионеровой. Наверняка вы уже слышали это слово «инвестиция». Что же оно значит, сейчас объясню. Представьте, вы накопили крупную сумму денег, но покупки совершать не планируете. И денежки просто лежат. Деньги могут лежать где угодно. В копилке, шкатулке, шкафчике. Но здесь самое главное, что они не работают. Чтобы изменить ситуацию, деньги можно отнести в банк и получать проценты. Деньги вы не потеряете, но и большой выгоды не получите. Самое правильное – разделить сбережения. Часть хранить в банке, а вторую часть инвестировать, вложив в какое-нибудь дело. В таком случае деньги заработают вам еще денег. Вложив 10 рублей, вы можете заработать 20 и даже 30 рублей. Звучит заманчиво, правда? Давайте узнаем, как это можно сделать. Инвестиции бывают самыми разными. Одна из самых популярных – покупка ценных бумаг, акций и облигаций. Их можно продавать и покупать на фондовой бирже из любой точки мира, где есть интернет. Допустим, вы купили акции в фабрике игрушек и стали ее акционером. В таком случае вы имеете право на часть имущества компании, участие в управлении и получение дивидендов, то есть части прибыли. Чем больше у вас акций, тем больше прав и доходов. Представим, что дела у компании идут отлично. Она очень успешная, потому что выпускает классные игрушки. Цена акций растет, и если вы решите их продать, то получите уже гораздо больше, чем потратили при покупке. Кроме акций, хорошим вариантом для инвестиций являются облигации. Эти ценные бумаги – тоже отличный источник дополнительного дохода. Компания может их выпустить, если, например, ей нужны деньги для развития. Продавая облигации, она как бы берет в долг у людей и возвращает им деньги с процентами. Получается, что облигация – это займ, который компания должна вернуть, а владелец облигации – это кредитор. Инвестирование – дело увлекательное, но крайне рискованное, ведь если компании плохо управляют, она может разориться, и вместо прибыли будут сплошные убытки, и... Плакали наши денежки тогда. А теперь переходим от торговли на фондовой бирже к недвижимости. Это Коля. Родители купили ему квартиру. Не переживайте, пока Коля не будет жить самостоятельно, он еще слишком мал для этого. Квартиру будут сдавать в аренду, то есть разрешать другим людям жить в ней за деньги. Благодаря этому у семьи Коли каждый месяц будет стабильная прибыль, а квартира с годами только вырастет в цене. Такое вложение называется инвестицией в недвижимость. Недвижимостью также считаются дома, гаражи, дачи и земельные участки. А еще инвестировать можно в драгоценности. Долото, серебро, бриллианты, изумруды. Инвестировать в драгоценные камни и металлы очень выгодно. Они точно всегда будут в цене. Еще ценятся коллекционные золотые и серебряные монеты. А это картина молодой художницы Жули Клагунье. Интересная, правда? Мне она тоже очень нравится. Я ее купила и верю, что Жули через 10 лет станет самой популярной художницей, и ее картина подорожает в цене. Раз в 10. Может быть, вы. Это называется инвестиция в искусство. Может быть, вы мне не поверите, но инвестировать можно даже в игрушки. К примеру, вам купили новый конструктор. Можно сразу распаковать и поиграть в него, но тогда его сложно будет продать. А вот если сохранить его и не распечатывать, то лет через 10 его можно будет предложить коллекционерам раз в 10 дороже, чем вы покупали его изначально. И напоследок самое главное правило в инвестициях – не складывать все яйца в одну корзину. Грамотные инвесторы покупают и акции, и обликации. Часть денег кладут в банк, а еще часть вкладывают в покупку драгоценных металлов. Такой подход к инвестициям называется диверсификация. Это способ защитить свои деньги от кризисов и потрясений. И помните, грамотно инвестировать можно научиться, а собственный опыт инвестирования окажется самой главной инвестицией. Пока-пока! Сегодня в интерактиве мы вас спросили, какими же качествами должен обладать настоящий спасатель. И вот что нам написала зрительница Дарья. Спасатель должен быть сильным, смелым, выносливым. У него должен быть аналитический ум, умение принимать быстрые решения. Он должен уметь работать как самостоятельно, так и в команде у спасателя должно быть горячее сердце и холодный ум. Ну, по-моему, это звучит как идеальное описание спасателя. Ну, или вот нам Дарья Новикова пишет о том, что думает, что спасатели идут только те, кто очень любит свою профессию. Это сильные, добрые и мужественные люди, которые в любую минуту могут помочь другим. Однажды она видела, как к дому подъезжали две машины МЧС, и по одной лестнице поднялись аж до девятого этажа. Да, многие люди кричали, махали, а взрослые, как пишет наша Дарья, даже плакали от такой трогательной истории. Очень сложные темы мы сегодня раскрыли, но очень важные и интересные. Самый лучший комментарий мы выберем сразу после нашего эфира, поэтому обязательно заходите в наш телеграм-канал. Сегодня мы боролись за прекрасный приз. Вот такой школьный набор, за который мы благодарим компанию Офистон. Друзья, ну а на сегодня это все, что мы успели рассказать вам. Ну а нам пора прощаться, к сожалению, ну а уже завтра вы узнаете, как не торопить события. Ну а в пятницу поговорим о том, как поднять себе настроение. Маша Михалевич, Наташа Павшук, хорошего вам дня, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok